Вот спрашивают там, а каково твое мнение, даже интервью взяли по поводу вот этого решения Порошенко, ну понятно, это не его решение, а скорее всего коллегиальное, по поводу Дня памяти и примирения. Первая мысль, вот честно, как на духу, когда я об этом услышал, я подумал, Порошенко что немец, он же вроде как раз таки наоборот. Даже многие мои близкие люди говорят, ну нормально, это же как в Европе, я согласен, да, как в Европе. При этом покажите мне одну, одну страну в Европе, которая потеряла бы столько людей и настолько чисто добыла бы победу. У нас же есть 22 июня, это как раз таки день памяти, зачем еще один день памяти, что не так с 22 июня? Еще интересно, не так давно был в Германии, там товарищ хотел пошутить, просто зигануть, сбросить или вскинуть руку правую в нацистском приветствии. А второй товарищ, который живет там много лет, сказал, что ты пошутишь, а тебя не в шутку в тюрьму посадят. Они на самом деле за зиги садят в тюрьму, на самом деле, это реальность. То есть за то, что в Украине, которая победила нацизм, делают каждый день и не стесняясь делают, в стране, в которой нацизм был побежден, садят в тюрьму. Абсурд, да? И я знаю только одну страну, единственную в мире, которая уже много лет стесняется, сначала понемногу, потом все больше и больше стесняется своей победы. Своей победы, которая далась колоссальной кровью. Я долгое время жил в Нидерландах, 5 мая там праздник, день освобождения от нацизма. И на самом деле голландцы выходят на улицу, они радуются, они там поют песни, кушают на улицах. А знаете, сколько Нидерланды потеряли военнослужащих в этой войне? 38 тысяч человек. А знаете, сколько потеряла Украина одних только военнослужащих, людей, которых призвали? 3 миллиона. А сколько гражданских, их просто никто не считал. Мы стесняемся победы. Американцы каждый год клепают новые фильмы о своих великолепных победах во Второй мировой войне. Вот не так давно смотрел фильм «Ярость», к примеру. Ну, вам не советуют, ничего вы там интересного не увидите. Они фильмы героические клепают о том, как экипаж танка убил 100 тысяч немцев. А мы стесняемся своей победы. Это настолько же дебилами надо быть, для того, чтобы свою собственную победу так бездарно просрать через 70 лет.